Борьба была серьезная. Первая 20-минутка первой встречи закончилась сухим счетом для обеих команд. Страсти накалялись. Во втором периоде гости распечатывают ворота тимиртаусцев. Отличился нападающий Орлана Артурс Озалиндж. Львам нелегко дается противостояние орлановцам. Не сумев реализовать большинство, Арестан принимает в свои ворота еще одну шайбу. Озалиндж оформляет дубль и вновь с передачи канадского легионера Яни Кариндео. Тимиртаусцам приходится выступать в роль догоняющего. Похоже, что такая тактика дает свои результаты. Тадос Кумеляускас на 37-й минуте матча становится автором первой шайбы в ворота Орлана. Дальше с передачи Ершова и Эллома Тони Далман выравнивает счет 2-2. Но хозяева не сдаются. Парнхем, Гашпар и Мартин Кришко вновь выводят как шитаосцы вперед. Но ненадолго. Львы уверенно рвутся к победе. И менее чем за полторы минуты до окончания третьего периода Владимир Севастьянов с передачи капитана команды Эдиса Брахманиса переводит игру в овертайм, в котором победу Львам принес все тот же Севастьянов. Следует отметить отличную игру галкипера Филиппа Сирика. Ему пришлось не просто с учетом гулита, который он успешно парировал. Безусловно, в успехе команды сыграла и поддержка темиртаоских болельщиков, которые, несмотря на расстояние, прибыли в какчетах поддержать свою любимую команду, а также некоторые удачные перестановки. Это Дмитрий Шахов и Павел Глотов, они сыграли в паре и играли на месте пары защитников и сыграли на ноль, что как бы нас не смогло не радовать. Дай бог сегодня так же они сыграют. Ну, это вынужденные меры, потому что у нас осталось всего четыре защитника, два защитника травмированы. Так победой Львов закончилась первая встреча в Кокшетау. Болельщики «Орлана» не ожидали такого поворота событий, но объяснить ситуацию смогли. По их мнению, «Орлановцы» несколько недооценили силы соперника и не выкладывались полностью. Ну, 2-0, Велина, расслабились. Вот так получилось. А тренеры «Арыстана», безусловно, остались довольны первой игрой. Игра достойная игр плей-офф, игра украшения чемпионата Казахстана получилась. Напряженная, хорошая, сильная игра, с счастливым для нас концом, так сказать. Ребята молодцы, проявили характер, ну, было много ошибок с нашей стороны, правда. Где-то соперник использовал их, где-то не использовал, пропустили гол в большинстве мы, что повлияло тоже на счет 0-2, когда мы начали отыгрываться. Ну, не забили много мы, три выхода в ноль не забили. Отстояли 3-5 в меньшинстве. Булит, Филипп Сирик отбил. Ну, как бы достойная игра, с ошибками, которые надо сегодня исключить. Ну, с хорошим настроением и с хорошим концом для нас. Настроение было заметно с первых минут повторного матча. Начало прошло буквально по сценарию первой встречи. Первый период 0-0. Но фортуна в этот день была на стороне хозяев площадки. На 21-й минуте матча Бен О'Коннер забивает первую шайбу в ворота гостей. Борьба идет на равных. Но вот он, следующий гол и снова в ворота Филиппа Сирика. Автор нападающий Томми Мустанин. И вновь 2-0. Львы опять догоняют. Вот он, долгожданный бросок Эдиса Брахмани со спередачи Никиты Смирнова. 2-1. Хозяева действуют настороженно, но уверенно двигаясь вперед. Борьба жесткая. Зрители в замешательстве. Что будет дальше? А дальше Гашпар, Кришка и Парнхэм. Атакуют ворота Львов и вполне успешно. 3-1. На 44-й минуте матча Тадасу Кумеляускасу с передачи Антона Дубинина удается сократить разрыв 3-2. Но таким счет продержался недолго. Бена Коннор оформляет дубль, отправляя четвертую шайбу в ворота Арестана. И буквально под занавес Лукаш Мартенко делает разрыв минимальным 4-3. Но отыграться Львам уже не удалось. 1-1 в серии. 17-18 апреля Арестан принимает Орлан на своем льду. Начало матча в 18.30. Субтитры создавал DimaTorzok